всем привет дорогие друзья с вами зевс и вы видите эти цены слушать обязательно посмотрите на каждый ценник это просто пушка гонга ко мне обратилась группа топ игроков которые создали новый канал доната в империи пазлов дешевле не бывает прямо сейчас сравните цены с тем что вы брали и где-то с и сравните с тем что здесь сравните что вы брали и что здесь и что надо сделать дальше ну а далее дорогие друзья все очень просто для того чтобы принять правильное решение вам достаточно послушать девса что я вам расскажу за уже месяц пока я тестировал данную площадку я увидел не только вкусные цены а еще и вежливо приветливую команду администраторов которые не только поможет вам с покупкой акций но и ответит на все вопросы связанные с игрой в итоге вы сможете комфортно и с высокой скоростью обработки заказов подобрать самые выгодные акции для вас что вы еще здесь со мной не знаете что сделать тогда все очень просто вызов проходите вниз под этим видео находите ссылку на канал в телеграме заходите на канал выбирайте акцию и либо просите администраторов помочь вам выбрать акцию либо покупаете самостоятельно я там беру все акции и успешно призываю кстати кто еще не видел последнее мое видео с призывами обязательно посмотрите уверен что вы захотите вернуться на этот канал снова и снова ребята до встречи ваш зевс видео субтитры сделал DimaTorzok друзья интересный комментарий к новостям мы рассматриваем героев с учетом развития игроков топ-100 либо игроков стремящих попасть в топ-100 если у вас возникают вопросы по героям на уровне вашего развития учетом имеющие у вас персонажи то вам необходимо призвиниться к официальной группе зевса в телеграм наши так сказать телеграм-банда и там наши бессмертные эксперты помогут вам принять решение по прокачке того или иного персонажа ну или составление ваших команд присоединяйтесь все вас там ждем добрый день дорогие друзья ну что у нас стартовал в игре призыв дюн пятый сезон и к нам финны выкатили нового перса зовут его мире санг ну и конечно как себя по традиции прежде чем переходить к обзору мире санг я представлю сегодня наших бессмертных экспертов студии за микрофонами со мной за микрофоном не к денисюс денис приветствую тебя всем привет отлично поехали ну что ж давайте вкратце быстренько прочитаю чем интересен нам мире санг скорость набор маны средняя наносит 130 урона всем врагам чем больше маны будет врагов тем больше урона не получит максимум до 250 процентов сокращает ману всех врагов на 20 процентов также все враги получают минус 4 процент 14 процент кригорина циманы на три хода ну и пассивочки как всегда пассивка семья солнце когда получает бонус перцы за колес героев 1 и 2 50 75 процент шанса покарать врага который несет урон специальным навыкам этому персонажу враг получает минус 35 процент в меткости на два хода и 196 урона огнем чем двух ходов если особый навык победит врага персонажа шанс от 75 или 100 процентов возрастает и еще одна пассивочка эффекта особого навыка 60 процентов шансы выполнить следующее действие когда персонаж использует особо навык наносит 70 процентов урона всем врагам все враги получают урон песком 294 в течение трех ходов вот такой у нас перс ну что ж давайте попробуем про него поговорить ну давайте начну все таки с атаки что у нас по атаке у нас этот перс обычно должен бы как бы ну не то что обычно должен влиться как бы в тройку нападения но единственное что только вот это вот ситуативная пассивная вот это вот удар зависящие от количества маны соперника он конечно странный ну и плюс еще если даже все срастется очень хорошо и там будет очень много ману противника 250 процентов но это как бы вот но мой взгляд маловато вспоминая свои связки там когда там два магни по 285 и фрид там еще где-то около под 300 это сейчас с учетом всех разлимов не хватает поэтому честно сказать в тройку нападения ну вот ну вот такой вот с натяжкой можно попробовать но на мой взгляд вряд ли вряд ли я вот там сильно сомневаюсь что он зайдет наш ну просто тупо есть лучше персы однозначно которые сыграют по интереснее ну а двойка саппорт тем более нет денис есть что добавить конечно есть смотри вот вот пассив очки я прям просто смотрю на них и любуюсь 50 75 процентов две карты если 50 пускай да все равно это добавляем к дамагу но грубо говоря там 160 и плюс еще песок 70 процентов даже им сказал да нанести еще 70 урона еще дать на три хода урон песком по 100 заход то есть очень и еще понимаешь какая ситуация вот у нас ну есть какие-то карты третьего сезона который мы уже забыли да допустим один но свечок который дает мамы тоже boost эта карта средняя и когда вы допустим если взять люди в костюме среднем до в темпе допустим то и смышь пышка до собираем ну домашнюю троечку да мышь по-любому какие-то перцы подзаряжаем но еще есть нюанс как правило если стоит какая-нибудь 90 карта до в обороне то у нее как правило там таунт какой-нибудь да то есть то есть но понимаешь о чем это на 4 ходу и и надо смотреть конечно если идешь в атаку на такие ну пассивки более-менее там на защиту у кого-то да ну то есть ну такие то есть на атаку как у этой карты то еще может быть и она в атаке еще может сыграну потому что мне интересно тут вот если мы смотрим 130 или 250 максимальный урон да по всем то есть если кого и то что он сокращает ману да как вот или сюда пустим и еще и генерацию с ними то есть помимо помимо это очень интересно в принципе средняя карта да но опять-таки да ты прав ты говоришь что дамаг слабоватый если мы как-то опрокидывая саппорт и тройку за набираем вот да ну давай представим все равно 50 процентов накинем где-то в картах это ну да будет допустим 130 250 это 100 но 50 да ну грубо говоря он бьет около будет там 100 80 урона будем так считать плюс еще пассивочки ну 180 я вот так бы его рассадим вот так вот но это вообще не тянет честно скажу в тройке не зайдет вообще но вот-вот крайне опасно и непонятно вот как вот с таймингом там ультой и соперника играть ты еще должны прокинуть камни не забываем то есть я так понимаю что 130 это 70 250 это грубо говоря разница у нас получается 120 у нас получается разница 15 на камень до получается ну да но это даже ульта должна быть у перцев если половина то ты получишь плюс 60 100 130 60 190 это вообще мало то есть вот я не знаю то есть они должны почти быть заряжены что так 250 дошел но при этом еще раз говорю 255 мало а давай представим ситуацию что мы внесли небольшой урон подрезали еще мама на 20 процентов еще у них замедлили на три хода а три хода в принципе это уже два хода хватает что-то собрать если 15 процентов ты камни бросишь три штуки и все и зарядка ну у них ну чё ну вот-вот ну вот полага руку на сердце согласись что вот прям вот ну я не знаю не зайдет вот я бы не качал бы в тройку сто процентов даже элоиза двести семьдесят да ну хорошо ну если 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 да если если есть набор дамажные тройки конечно она уже там седьмым тапком вряд ли заиграем если я просто боюсь что даже если мы сейчас порекомендуем потом она будет валяться как только человек поймает что-то более интересное если сравнивать там элоизу давай сравним еще я сейчас по своим прям пробегусь у нас есть дайфонг-270 у нас есть дамаги которые режут всем желтым типа вот как один вам желтым леонида собирая как бронерез по трём 390 и он еще раздаст почти по 200 но во всяком случае поймав эту карту надо ее оставить в любом случае какой обмена она не пойдет она будет попылиться но может быть его задел на будущее как прям даже значит меня смущает вот эти вот и пассивки 90 то есть вот эти вот атаки воскрешение добавление вот этих здоровья а и она когда ударять пассив когда это уже прошло до пассивный навык допустим до тогда да вот я думаю может быть от какой-то такой интересное такое задел на какие-то там следующие карты может быть на совет массового бронереза какого-то может быть там что-то она как-то так относительно с андрей ну что давай насчет защита поговорим что про защиту твое мнение ну по защите статы у нее жирные то что она ман сокращает вот да мы вспоминаем там вот это кто у нас там есть ней там да вот эти не бры там но они по трем до сокращает этот был чувствительно но это когда-то было в топах да сейчас в принципе но скорее если 7 камневки не страшно мне кажется и ныне идти дикте камневые команды и сборки в принципе может быть противостоять так скажем быть неприятно немножко но не то что давление окажет но подрежет под слепит вот что-то типа под песочек вот как-то так я вижу но учти что в любом случае давай начнем с того что на центр точно нет смысла нет никак не вряд ли плечо наверное больше да но опять же учитывая что есть лучше персы для защиты 100 а сейчас желтых очень много очень много на края вряд ли на края вряд ли потому что то что подсрежет ману там где-то на плече тем более среди карты совсем вот плечом может быть сюда я про что говорю ну титан тоже вряд ли я сомневаюсь что там она пригодится и венты тем более тоже сомневаюсь что там зайдет любом случае да и честно сказать я бы в атаку бы вообще бы поставил крестик вот ну реально она не дотянет до атаки еще и по таймингу это выхватывать ловить чтобы вы там зарядились перс и соперник пока пока давай крестик поставим да потому что пока ее качать наверно смысла нет ну я тоже так все таки то есть она как-то знаешь может быть да либо она вышла слишком поздно либо слишком рано вообще она нужна для обмена да ну для обмена вот неизвестно пока то есть смотри мы с тобой сказали что она пойдет защиту а в защите тайминга она вообще не чувствует то есть она может дать всего лишь по 100 у него у него понимаешь как у нее повышенная атака вот это да по ливке и плюс центов плюс 70 и песком еще подтравит на 100 за 3 хода то есть может быть не очень с натяжкой да можно защиту причем наверно с левой стороны потому что сократить ману быстрее ультанет когда уже кто-то уже там подсобрал из противника под на нее идет и плюс еще пассивка еще будет работать если она вот для слева и потому что вправо и она может не успеть про ультиться и либо выбьют либо так или пассивка пропадет вот это повышенная атака вот это как вариант еще может быть то есть а пока пока да пока наверное ее качать не стоит давай выставим баллы сколько ты готов ей поставить ну учитывая что много фиолетовых центров и как знать внутри троечку я думаю пойдет несмотря на то что она вроде как не играми за что тройку тогда скажи 2 3 тройка вот мне нравится сокращение маны сокращение регена маны ну и собственно урон если вдруг вводят карта под бронерез массовый если допустим еще мы наберем вот вначале одина промажем ну прожмем допустим да один тоже бьет мало денис вообще очень мало и он еще зависит от камня то есть его зарядил на поле камня нет он ударит мало она ударит тоже мало там урон то будет никакой да но она подскратит ману и это даст нам еще ходов она снизит этот реген ну 20 процентов ну 20 процентов сколько это камни пускай на это если три ну допустим пускай так а потом мы в одной стране найдем может другой стране будет там где мы не про не ну как не прокидывали камни там может перцы еще не подзарядились мы туда можем что-то найти ну ситуативно конечно но в принципе троечка с меня а потом опять-таки вот в тк сколько там тапках да ты идешь на войну это у нас шесть тапках на войну в принципе она может поиграть это уже через чур это ну да если нет перцев если нет ничего тогда пригодится а потом будет валяться так получается слушай я поставил один балл честно говорю больше одного не поставлю вот два в нашей совокупности можно это вот честно говорю мне кажется слишком 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 и прибавил три то что на один это скорее всего обмен согласись а то что два это пока еще пускай пупылиться но я бы не качал поэтому небо она была бы не нужна сто процентов ну ладно хорошо от меня итог по персу мире санг делайте скрины пользуйтесь нашим мнением сами принимайте решение в оконцовке нужно нам или нет но мы вот наше мнение вот такое вот по мире санг а денис ты что-то хотел добавить да но опять-таки да подытожить скажем пассивки то мы 60 процентов это большой шанс вероятности прибавить процент урона и пока не вышел массовик бронерез желтого цвета и скажем если один у вас есть можно подождать чтобы придумать какую-то тапку ну ладно хорошо зачем вам этот вот он уже валяется у всех пылиться ладно добро всем всего хорошего до новых встреч ловите замечательных персов и получаете удовольствие от игры денис всем пока приятной игры пока пока а и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok